Буэнос Тардос, друзья! Мы продолжаем делиться своими приключениями с нашей теплицы, с гринхауса. Мы уже повесили систему освещения. Сегодня в планах установить емкости для гидропоники. Саму гидропонную систему еще мы повесим осмос. Всем бакуэрумистам такой осмос. Вот такая космическая установка осмоса будет обслуживать нашу теплицу. Это осмос марки Аквапром. Сейчас я покажу, как его подключить. Бывают быстросъемные фитинги типа Джон Гэс, но вот тут под гаечку, конечно, менее удобно. Но все же сейчас покажу, как это делается. То есть нам подключение надо начать с того, что мы ищем, где вход. Можно, конечно, в инструкцию посмотреть, но вообще вход вот. Вставляем трубочку и закручиваем гайку. Это водопроводная вода. Вторым шагом нужно отыскать рестриктор. Обычно это вот такая вот штучка или ограничитель потока, это еще называется. Нам выход с вот этого крана надо подключить к канализационной трубе. Вот она серенькая. Мембрана Filmtec. Это крутые мембраны. Если будете себе дома ставить, выбирайте. Это американская контора. Они чуть подороже, но работают отлично. И самое главное, весь фильтр нужно подключить к водопроводу с помощью вот такого свистка на полдюйма. Он завинчивается сюда, вот в разъем гибкой подводки. Ну, в общем-то, торжественный момент. Я все собрал, подключил. И сейчас фильтр опасно жужжит и работает в режиме промывки. Нифига себе струя. Это вот осмос не из бака и прям с фильтра. Нифига себе. Да, прикинь. Друзья, если вам нужен производительный осмос, присмотрите к этой модели. Это Аквапро 200G. У него производительность 600 литров в сутки. Ну, то есть, можно закачаться и организовать там себе протоку какую-нибудь. Я не могу сказать по поводу качества фильтрации, потому что я его только что поставил и не знаю, какой ТДС. Но даже если будет десятка, хотя с двух мембран, наверное, будет меньше. Там уже того стоит. Тут он устроен таким образом, что дренаж с одной мембраны идет на обработку на вторую мембрану. То есть, еще и соотношение дренируемый, сливаемый в канализацию воды и чистый тут намного лучше, чем у обычной модели осмоса. Стоит такой осмос 25 штук в официальном магазине. Так что, в общем-то, есть на чем задуматься. Это вот, если вы делаете что-то русское и хотите 16-й шланг натянуть на 20-й сосок, то вот можно феном подогреть и вот так вот нехитрым образом это растянуть. Я, например, не знал. Ну, тоже не очень, да? О, смотри-ка. Где у тебя резьба-то? В какую сторону? В любую. Там не резьба. Не резьба? Ну, тогда она мне мешает. Она не позволяет. Ну, все, много-то больше не надо. Не позволяет. Еще один лайфхак хочу вам показать. Аквариумисты часто работают с ПВХ-фитингами, ПВХ-трубами. Часто весь трубопровод состоит из ПВХ. И по уму ПВХ надо клеить на специальный клей Тангит, предназначенный для этого. Но есть один выход, скажем, если у вас не какое-то суперответственное соединение, там вы не собираетесь топить соседей, да, и хотите разобрать самое главное, впоследствии, в будущем этот водопровод, трубопровод, вы можете собрать на фум-ленту. То есть у фитингов есть небольшой зазор, и его нужно заполнить фум-лентой. Обычно хватает одного-двух оборотов. Вот, сейчас покажу. У меня вот тут сосок для 16-го шланга. И муфточка такая 16 на 20. Одно в другое это все я вставляю. Довольно крепко садится. Я последнее время даже в морских аквариумах, то есть в квартирах у клиентов, над сампами, где проходит трубопровод, да, где я могу видеть, как он работает, не течет ли с него. Я собираю на фум-ленту. Мне, во-первых, нравится, потому что не воняет. Это получается быстрее, клей там дико вонючий. С фум-лентой, наверное, быстрее, и можно разобрать при желании. И, в общем-то, если все это плотненько собрать, оно очень плотно входит. Если все это плотно собрать, то оно и не потечет. Мы тут Металлику слушаем, и каждый раз, когда я делаю кадр, нам приходится останавливать музло, потому что Металлика нам предъявит авторские права. По поводу склеивания с тангитом, тоже вспомнили сейчас товарища, который склеил трубопровод тангитом, и у него все потекло нафиг. Там есть определенная технология. То есть вы сначала намазываете муфту внутри, затем намазываете трубу. Это все там 10 секунд подсыхает. И плотно вставляете, максимально сильно зажимаете. И нельзя это хозяйство беспокоить. Ну, через 5 минут, на самом деле, уже не достать, но по инструкции что-то там надо сутки прождать, и только потом можно уже испытания проводить. Так что можно и на тангит, и на фум, если там есть рукожопость некоторая, можно склеить криво. У меня получился вот такой вот нарядный позвоночник. Это магистральная труба, к которой будут подсоединены гидропонные емкости, и по этой трубе раствор будет сливаться и наливаться в этой емкости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, если вы интересуетесь канальниками, то могу посоветовать вам канальник марки Солер и Палау. Это не реклама, просто вот эти канальники марки серии Сайленд, они обалденно тихие. Вот эта мандула качает 1000 кубометров в час, да? Ну, 1000 кубометров в час. И при этом 20 с хвостиком децибел. То есть у нас этот вентилятор стоит на охлаждении светильников. Но запустим еще, включим, когда послушаете. Очень тихий. Как компьютерный кульф. На подобие да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, вот как-то так получается. Мне лично очень нравится, очень прикольно. Грядочки крутые, и светильник крутой, и вентилятор крутой. И теплица крутая, и мы, короче, крутые. Друзья, надеюсь, вы подчеркнули сегодня для себя что-то полезное, увидели что-то интересное. На сегодня это все. Увидимся в следующих сериях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин